Здравствуйте! Сегодня мы надеялись именно на вёшенки. Лазили по таким буреломам в одном месте, и ничего. И вот зашли в другое, и они нам показали здесь первые вёшенки 21-го года. Да, посмотрите, какая красота! И вон ещё кучечка. Грибы – это прежде всего вдохновение и адреналин. А во вторую очередь уже еда, во всяком случае, у меня так. Я взяла даже большой нож на вёшенки. Вася что-то бросил. Что-то бросил. Какой-то грибок. Осколки долетели. Ну, он понял, что это не особо хорошее. Просто на определение это скрипится. Так, вот я её заберу руками. Вот какая кучечка. И вторую. Наверное, тоже придётся руками забирать. Из-под бревна. Из-под частей бревна. Вот наши вёшеночки. Вася говорит, они сильны, цюзны мы. Вот как наши егеря заботятся о лесных животных. Насыпают им в такие колдобинки соли. Лакомство для зверей. Здесь у нас каменистая горка. Жерства. И вот здесь пошли маслята. После морозов. Нет, это не маслёнок. Это коричневая рядовка. Нужно её с корнем забирать. Эта рядовка чешуйчатая. Такая жирная она здесь. Проверяем, не мацутак или по запаху. Нет. Просто чешуйчатая ножка у рядовки. Оставим. А вот и зеленушечки пошли. Хорошенькие грибочки. Я их очень люблю. Больше из-за красоты. Смотрите, какой салатовый низ у них. Так. Так. Радость напрасна. Придётся их всех оставить в лесу. Черевивые. Жалко. Дуб нынче уродил. Какие крупные, красивые жёлуди. Утро пасмурное, серое. Только растуманилось. Растуманилось. И подстать утру серая рядовочка штриховатая. Но она отнюдь не унылая. А очень вкусная. Такой зеленоватый цвет под низом. Наверное, не передаётся. Из моха появляется. В этом месте. Ой, какая хорошая, чистюсенькая. Семейка рядовки штриховатой. Аж почернели от холода. Вот. Они как здесь кучно и обильно растут. Повезло. О, ещё Вася что-то нашёл. Что-то несёт в мою корзинку. О, оце ци сиренькие рядовочки вкусные. Не наступи тут. Кучнячие. Проверяем на червивость. А, сад, сразу червиво. Ай тоже. Так, вот эта хорошая. Вот эта и вот эта. Две. Из всей этой большой семьи. И третья. Третья. Нормальная. И ещё одна. Заблудшие в холодах лисички. Несчастненькие. Но хорошие. Ещё и лисичек в эту пору можно набрать. Какие большущие. Какие большущие. Так. Поздние грибы. Они очень ценные. Лисички. Лисички. Такие гарни. Великие. Никто их в своё время не забрал. А они здесь в маху, листве. Сохранились. Чудесно. Красный дуб вдоль дороги. Вид инвазивный. Но какой же он красивый. Красный дуб потихоньку вытесняет наш дуб обыкновенный или чересчатый. И он вообще ему не конкурент. Ведь дуб обыкновенный даёт жёлуди раз на 10-12 лет, а красный дуб родит каждый год. Этот дуб ещё называют дубом астролистым. Видите, какие у него острые лопасти, листьев. Или дубом канадским. Его родина Канада. Решили заехать на всеми посещаемую горку. Но, судя по всему, посетителей, таких, как мы, странных в холода, в лесу сейчас нету. А есть грибочки. На любимых всеми местах. Не зря, не зря мы на эту горку заехали. Ежовик. Черепитчатый. Почему ежовик? Понятно. Вот такие шипики, как у ежа, иголочки. Я их счищать не буду. Ежовик очень молодой. И сыпаться сильно не будет с него. О, и ещё один прекрасный гриб. Чудесный, хороший. Какие я из него котлеты прошлый год делала. Здесь ещё два. Ежовика пёстрого или ежовика черепитчатого. Ням-ням. Чистенький. Пойдёт. Так и грибов недолго сегодня набрать. Какая необычная подзелёночка. Как чашечка завернулась. И ножку возьмём. Когда-то мы не знали грибных мест. И приезжали только на эту горку. Собирали здесь грибы и уезжали домой. Потом погляделись. Да и смысла сюда ехать не стало. Все сюда заезжают. А сегодня я вспомнила былые времена. И недаром результативно. Чудесные грибочки. Ещё ежовики. Чуть не прошла. Оглянулась. Этот чистый. Это вырежется. А в этом месте выросла и большая зеленушка. Ой, какая же она красивенная. И семеечка подзелёнки. Всё норма сегодня. На ужин насобирали. Субтитры делал DimaTorzok